Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня у нас небольшой обзорчик на небольшую инди-игру Dungeons of Dreadmar. Это Roguelike RPG наподобие Diablo и Ежесним. В принципе, сейчас я делаю на неё обзор, во-первых, потому что игр нормальных, больших, серьёзных АА-класса уже просто очень давно не выходил, а мне очень хочется на что-нибудь сделать обзор. Во-вторых, мне просто хочется показать вам, ну и самому посмотреть эту игру, потому что мне её советуют уже две недели, где-то все мои знакомые. Но сам я в неё ещё ни разу не играл, даже не запускал, и как она выглядит, что она из себя представляет, сейчас мы с вами вместе разберёмся. Но я думаю, разбираться больно сильно не придётся, потому что в чём разбираться в Diablo-подобной игре. Так, тут у нас уровень сложности. Эльфы просто хотят повеселиться. Ну, давайте поставим нормальный уровень сложности. Так, и тут у нас стоит перманентная смерть, то есть, если ты умер, то ты умер уже навсегда. Это довольно-таки серьёзный подход, я бы сказал, но да ладно. Дан, выберите скиллы, что у нас здесь, мы возьмём мечи, забавно сделаны иконки, честно говоря. Вот это я просто возьму из-за рисунка, она мне нравится, берсеркерский угар. Так, и что такое? Так, ну и... Пару же в каждой руке. А, у нас ещё 4 очка. Магами я играть, честно говоря, не люблю, никогда не понимал. Как-то это не моё археология. Так, ты стартуешь игру с Федорой. Короче, это больше для класса типа вора. Воры. Давайте возьмём топоры, палицы. Что-нибудь тут по костюмам есть у нас, интересно? Да, вот у нас по костюмам, и вот у нас у ворота. Ну, я думаю, достаточно. И, собственно, так, ввести имя. Довольно странный шрифт. Наберём просто Black. Так, ну и здесь у нас сюжет, я в него, в ней, к честно говоря, не особо хочу. И графика, насколько мы видим, уровня, где-то, наверное, Windows 95, 486 компьютеров, первых Riva TNT 3DFX Voodoo, или даже младше. Короче, что-то конца 90-х, даже середина, скорее, 90-х годов. Здесь у нас продажа разнообразных полшенов. А здесь у нас, что это такое? Здесь у нас продают мясо. Ну и давайте разберёмся с цилиндарём. Здесь у нас палеца. Секира. Что у нас на модельке? На модельке у нас стоит деревянный меч. Это просто, по-моему, позор какой-то. Давайте мы возьмём лучше вот так вот эту Секиру. И, в принципе, я думаю, сейчас будем продвигаться дальше. Откроём эту дверь. Здесь у нас враг. Сражения тут, на мой взгляд, походовые какие-то, что ли. То есть бьёшь ты, потом бьёт враг по очереди. Хотя, может, я и ошибаюсь. А подземелье, судя по всему, каждый раз... Опа! А это, похоже, была ловушка. И что, я не знаю. Короче говоря... Жизнь восстанавливается, я смотрю. Или мне кажется... Так... Жизнь не восстанавливается. Давайте выпьём Грога. А, это для восстановления маны. Так... Сэндвич съедим. Рожа какая-то, кровоподтёк вся. И у нас медленно будут исполняться жизни, насколько там написано. Так, ну ладно. Нам нужно маленько денежек, наверное, чтобы купить себе пожрать хотя бы. Это что такое? Так, какую кнопку подбирать? А, всё понятно. Так... Сундук закрыт. Пнуть его. Ага, или не а? Ага. Открыли. Давай то же самое. Так, здесь у нас какой-то мячик. Это, видимо, не для моего класса. Так, подожди, где он? Да и хрен с ним. А вот он, мячик. Метательное оружие. Так. Типа, поранит более сильно, чем вы можете себе представить. Так, хорошо. Куча всякого полезного. Я вообще, насколько вы можете знаете или не знаете, обожаю разные инди-игры, просто потому, что это всегда свежий подход к игростроению. И зачастую они дарят гораздо больше эмоций, чем какой-нибудь Call of Duty там или Ижи снимет высокобюджетные блокбастеры. Так, вот у нас фонтан. Пить или не пить? Конечно же, пить. Так, я нашел блестящую монетку в фонтане. Хорошо. Здесь у нас, видимо, ничего. Так, что-то врагов пока не видать особо. Хорошо. Открыли. Так, здесь у нас закрытая дверь. Так, а это что такое? Статуя. О, отмычки подобрал. Ну, тоже хорошо. Статуя Inconsequent. И богиня сайд-квестов. Давайте ей помолимся. Она тебе дает квест. Ты должен найти и там... Твичуи какой-то. Короче, найти какую-то херню. Но она охраняется лордом Дредмаром. А его правой рукой... Укрыли в залок капитана... Капитана Молнии. Охренеть. Блин, завернули. Пацаны с юмором игру похоже делали. Потому что... Ох ты, блин. Это куда-то я удачно завернул. Хорошо. Блин, а тут и не особо. Знаете, вот я бы отдал очень много за подобную игру на айфоне, скажем, или на андроиде. Потому что такие вещи сейчас, в принципе, за компьютером играть, это не серьезно, я считаю. Хотя... Под настроение, но... Блин, вот по дороге на работу, скажем, или где-то в пути... Такие вещи играть просто... Кто меня пиннайт? И мне нужно подлечиться. Так. Это для маны. Это для здоровья. Давайте сидим. Крут. Игрушка, кстати, как видите, кровавая. Ну, такая мультяшная кровавая. Так, я подбираю всякое говно, непонятно для чего даже оно сделано. Так, ну... Давай, бери какое-то яйцо. Вот, взяли. А что у нас на стене? Царапина. Она говорит... Берегись, диглов. Они не твои друзья по натуре. А мы тут их яйца воруем, значит. Как бы мамаша не пришла какая-нибудь. И не настучала нам в табло за такой поступок неприятный. А вот, собственно, и дигл. Который... Стыдно дрифтить. Ну... Пусть дрифтит. Здесь у нас что-то такое. Видимо, ничего. Так, что у нас в монетаре? Мы собрали кучу всякого скарба. Но пока что я не вижу, как оно может пригодиться. Видимо, из этого можно крафтить вещи. Если я не ошибаюсь. Если мне правильно подсказывать. Так, стрела массового поражения. Эта стрела... Этот болт... Болты, как мы знаем, они для арбалетов. Содержат невероятную энергию. Ты станешь смертью, уничтожителем подземелья. Пусть возьмем. Что было бы из чего стрелять. Стальной болт. Это... Стандартный болт. Короче, херня. И огненный болт. Это тоже, я думаю, понятно всем, что это такое. Блин, ну прикольно. Мне очень нравится. Очень милая, хорошая игра такая. С приятной, красивой музыкой. И с приятной, красивой графикой. Если вы, конечно, не дрочер, который там текстурки смотрит. Опа, она, она. Что такое? Вот мне и вломили. А у меня выбрана окончательная смерть. Ну, в принципе, на этом, я думаю, мы завершим свой коротенький обзор. Как вы видите, игра очень милая, очень разнообразная, интересная. Тут есть чем заняться. Она сразу как-то затягивает, окутывает доброй такой атмосферой. И если вы не упираетесь исключительно в блокбастеры AAA-класса, то я советую всячески с ней ознакомиться. Я обязательно буду в нее плотно играть, скорее всего, на работе, на своем ноутбуке. Пока там будет поменьше работы. У меня зачастую бывают такие простое, когда делать нечего, я лазаю в интернете. А вот сейчас я лучше буду играть в Dungeons of, как там называется, в Dreadmoor. Потому что игра мне очень понравилась. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилась эта игра. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...